Привет, друзья! Меня зовут Татьяна Заровна, я журналист, и это моя рубрика «Новости России» с двумя буквами «З». Это неосвастика, которая является символом так называемой спецоперации, а на самом деле той преступной войны, которую Российская Фашистская Федерация вердет против нас, против Украины. В этой рубрике я читаю и анализирую для вас новости, которые поступают из Запоребрика. Для чего? Для того, чтобы мы с вами понимали, что на уме у нашего врага и могли примерно предсказать его дальнейшие действия. Сейчас мы анализируем с вами новости за 18 мая, потому что уже наступила 19 мая, и начнем мы с забавной новости. «Русофобия в Казахстане набирает обороты». На днях появился текст специальной памятки для приезжающих в Казахстан россиян, которая призвана напомнить приезжим о том, что они гости, и относиться с уважением к стране, которая их приютила, что сдали памятку участники такого-то проекта. В памятке содержатся рекомендации к поведению и общению в стране. Россиянам советуют не смотреть на Казахстан через розовые очки колониального или имперского мышления, а также не считать русофобией, если местные сделают вам замечание, тут цитата в кавычках, по поводу ваших проблематичных высказываний. Очевидно, в том числе имеется в виду, что в кавычках в Казахстане не используется исторический термин присоединения Казахстана к Российской империи. В Казахстане это событие называют колонизацией, захватом казахских земель Российской империи. Ну и так далее. Чтобы вы понимали, что Россия все более и более оказывается в изоляции, в том числе все меньше стран, которые относятся к ней как к брату или к братской стране, и все больше стран, которые хотели бы от России отгородиться, ну или указывают россиянам на их место, чтобы они не воображали себя старшим братом. Ну, вы знаете, эти имперские замашки. Дальше. Следующая новость не такая радужная. Генсек ООН не видит способов избежать продовольственного кризиса в мире без России и Украины, сообщает Интерфакс.ру. Такая действительно ситуация есть. Мировое сообщество способно решить проблему нехватки продовольствия, но только при наличии поставок из России, Беларуси и Украины, заявил генсек ООН Антонио Гутерриш. В мире есть достаточно продовольствия, заявил он, однако нет эффективных решений без продовольствия из Украины и без продовольствия и удобрений из России и Беларуси. В связи с этим он призвал Россию обеспечить безопасный экспорт зерна, находящегося в украинских портах. Можно рассмотреть альтернативные маршруты, однако они не позволят решить проблему, добавил генсек. При этом он подчеркнул, что продовольствия и удобрения из России должны иметь беспрепятственный доступ на мировой рынок. Иначе говоря, Гутерриш как бы торгуется. Русские оккупанты, мы позволим вам двигаться вашему продовольствию и удобрения из России, но вы прекратите, пожалуйста, блокировать украинские порты, чем занимается Россия, блокируют наши порты, для того, чтобы нас экономически еще додавить. Они оккупировали наши южные регионы, они крадут у нас зерно, вывозят его в Крым оккупированный, ну и на территорию Российской Федерации, просто нас обворовывают, ну как положено грабителям, потому что все, что совершает Российская Федерация, это цепь военных преступлений. Мы об этом с вами все прекрасно знаем. Но кроме того, она блокирует порты для того, чтобы создать нам проблему. А украинское зерно – это решение продовольственной проблемы в других странах. Ну и поэтому такой вопрос. И продолжает эту тему аргументы и факты. Ну, естественно, тут уже с пропагандой на полную катушку. Президент США Джо Байден заявил в эфире телеканала такого-то, что идет поиск возможности вывести из Украины 20 миллионов тонн зерна. Дескать, Киев и Москва – крупнейшие мировые экспортеры пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Не дескать, а на самом деле. Их конфликт, конфликт у нас, оказывается, напала на нас страна-агрессор, страна-террорист, Российская Федерация, поднимает стоимость зерна на мировом рынке. А единственный способ опустить цену – опустошить украинские хранища. Власти Украины… Тут пропаганда идет, Вячеслав Володин, ссылка на спикера Госдумы. Власти Украины готовы распахнуть свои закрома, но не безвозмездно. Фактически полным ходом идет операция «Оружие в обмен на зерно». Вашингтон загнал Украину в долговые обязательства. 40 миллиардов долларов выделяется на ленд-лиз, поставку Киеву вооружений и другой помощи со срочкой оплаты. Украину закредитовывают все больше и больше, уверен спикер Госдумы Володин. Он считает, что Вашингтону выгодно затягивание военных действий на территории Украины. Вместо реальной помощи забирают самое необходимое, фактически устраивая прудразвездку. Запасы зерна, необходимые самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая. Представляете, какой цинизм. Они воруют, русские оккупанты, наше зерно, а потом рассказывают, что американцы нас вгоняют в долговую яму. Как будто американцы воруют зерно. «В Вашингтоне не верят в победу Киева», – продолжает Володин. «Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор». Еще раз для особо одаренных. Вот этот месседж о том, что Украину вгоняют в долговые обязательства. Часто в комментариях вижу и от наших полезных идиотов, часто от парохоботов, например, и от пророссийских товарищей, которые слушают российское телевидение украинцев, и от гостей из Запоребрика вот эту чушь о том, что ленд-лиз – это втягивание нас в долговые обязательства. Представьте себе, господа, особенно русские, которые любят это дело, что вы поехали в Египет, и там у вас безлимит. Ну, как вы любите, пьете с утра до вечера, а цена одна, цена путевки от этого не меняется. Так и здесь. Сколько бы нам не понадобилось оружия для уничтожения оккупантов на нашей территории, мы это оружие получим за одну цену. Фиксированная цена мы получим ровно столько, сколько, вот как вы, сколько вам нужно, чтобы напиться, вы получите, да, по ситуации безлимит в Египте, так и мы получим столько оружия, сколько нам понадобится для того, чтобы уничтожить оккупантов на своей земле. Это что касается долговых обязательств. Что касается зерна, я уже сказала, продовольственный кризис – это один из искусственно созданной войной в Украине, коварным нападениям на Украину. Кризис – это один из аргументов Путина для того, чтобы принуждать нас к капитуляции. Ну, надеется, фантазер. Не то, что даже к капитуляции, но хотя бы к какому-то компромиссу, который невозможен, но не будем отвлекаться. Следующая новость. Вице-премьер Борисов заявил о применении в спецоперации новых лазерных комплексов «Задира». «Задира». Мне это напоминает у депротивной. «Задира». Если комплексы «Пересвет» ослепляют системы противника, то новое оружие использует принцип теплового поражения, прожигает их, пояснил Борисов, добавив, что такие лазеры нужны, чтобы не расходовать дорогостоящие ракеты типа «Панцирейта» и «Тора». Первое, что я вижу в этой новости, РИА-новости, это то, что ракеты дорогостоящие заканчиваются, раз их начали экономить, и их надо заменять вымышленным лазерным оружием. Вероятно, нас смотрели из Голливуда и начали выдумывать лазерное оружие, о котором они собираются нас победить. Но, как вы понимаете, в российском сегменте информационном нет информации ни о Чернобаевке, где там 30 раз уже были уничтожены русские авиавертолетчики и самолетчики, ни о том, как их лупят возле острова Змеиный, ни о других поражениях, ни о том, как они форсируют северский Донец и каждый раз их там уничтожают. Но об этом мы тут не узнаем. Вот еще одна новость. Украина.ру. Помощник президента Российской Федерации, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский 18 мая заявил, что Киев намерен продолжать вести боевые действия вопреки интересам граждан. Более того, Зеленский маниакально хочет воевать, заявил Мединский. Да, Мединский, это такой шут, псевдоисторик, которого Путин к себе приблизил за фейки исторические. Да, Мединский, маниакально мы хотим все украинцы воевать до последнего российского оккупанта на нашей земле. Но тут ты делаешь неправильный вывод, вопреки интересам граждан страны. Дело в том, Мединский, что интересы граждан нашей страны заключаются ровно в этом. Убрать вас с нашей территории и сделать так, чтобы вы больше не могли появиться на нашей территории, чтобы вы больше не могли нам угрожать. Дикие люди, вроде обезьяны с гранатой. Следующая новость. Ура.ру, вообще мой любимый ресурс. Захарова пообещала Финляндии военный сюрприз из-за НАТО. Если Финляндия вступит в НАТО, ответ России на это решение станет сюрпризом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ходе брифинга Захарова отметила, что сюрприз будет военным. Знаете, когда мы слышим Захарова, и слово сюрприз возникает сразу в голове, что может быть она придет на пресс-конференцию и покажет там стриптиз. Я не знаю, снимет с себя что-нибудь или вытащит из кармана бутылку и начнет бухать прямо там во время пресс-конференции. Но тут она говорит, что военный сюрприз. Может быть она придет на пресс-конференцию и достанет гранату. Потому что единственный сюрприз, который может показать Российская Федерация новым членам НАТО в скором времени Финляндии и Швеции, но здесь речь о Финляндии, это то, что, как когда-то говорил Олег Жданов, военный эксперт мне в интервью, что я бы советовал финнам вдоль границы баннеры повесить. Можем повторить, как любят русские угрожать. Потому что Финляндия когда-то более 200 тысяч перемолотила советских солдат, когда была финская война, а сама потеряла в 10 раз меньше. Так что Мария Захарова только такой сюрприз может показать, устроить на пресс-конференции что-нибудь эдакое. Как бы ничем она уже нас не удивит, но все равно интересно. Еще одна новость. Глава Крыма пригласил Херсон из Запорожья в состав России. Сергей Аксенов, известный преступник, урка-бандит, член УПГ когда-то в 90-е, приспешник Януковича, предатель, ну масса там уголовных статей, по которым он когда-то будет отвечать, почему-то приглашает Херсон из Запорожья в состав России. Слушайте, урки, а вы что, Запорожье уже оккупировали или еще нет? А можно я приглашу Белгород, Ростов и Краснодар в состав Украины? Это будет то же самое, иметь такой же вес. Будущее Херсонской и Запорожьской областей войти в состав России, как это в 14-м сделал Крым. Я вижу точно будущее нашей Херсонской и Запорожьской областей и Крыма вместе в границах одного государства. Ну, дальше не стоит это комментировать, это просто ахинея, которая не стоит выеденного яйца. Дальше новость. Войска Украины вновь обстреляли два села в Курской области. Ну да, господа россияне. Вы хотели, вы кричали «Крым наш»? Ну да, так может быть. Так бывает. Когда вы начинаете войну, когда вы лезете в соседнее мирное государство, которое ничем никому не угрожает, несмотря на вашу вредовую пропаганду, то должны быть готовы к любым обстоятельствам. Что угодно может произойти на границе в Глушковском районе. Снова неспокойно. Да что вы говорите. Противник обстрелял Теткина. И уже в третий раз Алексеевку. Ай-яй-яй. Наши бойцы отбили атаку, написал Роман Старовой в своем телеграм-канале. Вот уже помойная яма этот телеграм-канал, честно. Губернатор региона Роман Старовой. Следующая новость не приятная. Кадыров раскрыл, что будет с боевиками нацбатальона Азов. Это всех нас волнует. Боевики нацбатальона Азов, организация, признанная экстремистской, запрещена в России в скобочках, должны понести наказание за совершенные злодеяния по отношению к мирным жителям. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава Чечни. Все нормальные чеченцы ненавидят это существо. Его иногда называют свинособакой. Как-то так. Мне кажется, очень обидно свиней и собак обижать. Было бы правильнее нашкодивших свиней или собак называть Кадыровым, а не наоборот. Если вопрос с обычными военнослужащими можно обсудить с украинской стороной в целях обмена военнопленными, то с боевиками Азова дело обстоит иначе. Они должны понести заслуженную кару. За все совершенные злодеяния по отношению к мирному населению заявило вот это существо по фамилии Кадыров. А почему я это считаю? Потому что то, что у Кадырова на языке, то у его хозяина в Кремле, у Путина на уме. Поэтому мы должны понимать, что они будут разделять Азов от других попавших в плен наших защитников Мариуполя. И следующая новость, как бы это продолжает. Вот уже те же слова, только в менее такой резкой или, скажем, экстравагантной форме. Продолжает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В Кремле раскрыли, что будет с боевиками с Азовсталя. Все сдавшиеся боевики, находившиеся на территории завода Азовсталь, будут идентифицированы. Российские военные будут определять, кто из них служил в ВСУ, кто входил в запрещенный и признанный в России террористическим нацбатальон Азов. Также будут определены иностранные наемники, офицеры армий западных стран. Об этом сделал пресс-секретарь, президент от Песков. Идентификация тех, кто сдается, занимается Минобороны. Трактовка однозначная. Все, кто укрывался на территории Азовстали, складывают оружие и сдаются без оружия. Значит, что касается Азовстали, это очень болезненный для нас вопрос, но мы из этих заявлений видим, что они предполагают примерно следующее. Разделить тех, кого они захватили из Азовстали, разделить на азовцев, поскольку бойцы полка Азовстали для них символов нацистов, из-за которых они, так сказать, вторглись в Украину. И разделить остальных. Ну, и там будут разные отношения. Будем надеяться на лучшее, будем молиться. До сих пор ничего не понятно с этим переговорным процессом. Кто был инициатор, кто одобрил, какие были гарантии. Ничего не понятно. Я могу только словить свои версии. Будем надеяться, что мои версии, которые я высказывала в сообществе у себя, на канале в YouTube, что они ошибочны. Ну, а своими версиями можете поделиться в комментариях. Ну, и завершаю я этот обзор, как обычно я люблю в конце, но новостями культуры из Российской Федерации, естественно, ну, сами сейчас услышите, что это за культура. Тобольская поэтесса посвятила стих Путину из спецоперации. Нина Стороненко из Тобольска написала патриотическое стихотворение в поддержку президента России Владимира Путина и его решение о проведении спецоперации на Украине. Своё сочинение поэтесса прочла в эфире программы «Тобольское время». А теперь слушайте стих. «Мы россияне, мы непобедимы, России президент такой один, мы русские, за дружбу всех народов, долой нацизм и долой войну». А рифма где? Владимир Путин русского самрода, русского самрода, не даст в обиду он свою страну. Запомните все те, кто злобой дышит, вам не видать России, как ушей, а если у кого поедет крыша, с лица земли сотрем вас всех вза шей». Говорится в тексте стихотворения. «В огороде Бузина, а в Киеве дядька». Рифмы нет, смысла нет, таланта тоже нет. Все из России уехали, к сожалению, или к счастью, все поэты, все мыслители. Кто не уехал, тот уже сидит, либо завели уголовное дело и объявили в розыск. Ну вот такая ситуация. Кроме того, она отметила, что если бы Россия не начала спецоперацию по деноцификации, демилитаризации, то случилась бы война. А что у нас случилось? Не война, ты думаешь, поэтесса? Если бы не сделали первый шаг, подсчитал Владимир Владимирович, и они, украинцы, это увидели, то у нас бы, скорее всего, была война. У вас уже есть война, стороненка, стороненка, да, у вас уже есть война, к вам трупы едут в гробах, ваши военнослужащие едут к вам в гробах, это не война, стреляют у вас уже в приграничных районах, это не война. К сожалению, обучение вот этих необучаемых, вот этих вот создателей культа личности, потому что не надо бы говорить, что только Путин плохой, Путин во всем виноват, нет, вот такие вот поэтессы тоже создают культ личности, пропагандисты, журналисты, чьи творения, я здесь цитирую, они все создают культ личности, они все способствуют созданию фашистского режима в Российской Федерации, который ведет войну против Украины, который уничтожает украинские города, так как Мариуполь уничтожил, стерз лица земли, фактически разбомбил все дома до единого в этом городе, убивают украинских женщин, украинских детей, насилуют, бравят, благодаря тому, что есть вот такие поэтессы, Стороненко, и это просто один персонаж, а на самом деле их достаточно много. В то же время надо сказать, что есть в России те люди, которые выходят на протесты, рискуя жизнью, и совершают поджоги военкоматов, и мы знаем и других россиян, но, к сожалению, этим другим россиянам не удалось переломить повестку. К сожалению, большинство россиян будут учиться дорогой ценой, но и, увы, нас это тоже напрямую касается. К сожалению, нас это касается даже гораздо в большей мере, потому что русских ждет безусловно нищета, безусловно их ждет в технологическом смысле деградация, возвращение в прошлый век, безусловно, они будут изгои, в скором времени будет принято эмбарго, и тогда просто у Путина закончится поток денег, за которые он может отправлять солдат, платить солдатам зарплату, но это все деньги, это деградация, это заслуженное наказание для Российской Федерации, они будут потом эти деньги в виде репараций, контрибуций выплачивать многими поколениями, ну как минимум 20 лет это точно, пока мы все не восстановим, не выплатят они пока компенсации всем, кому они убили, родственникам убитых, но для нас все же цена гораздо выше, потому что наша цена это жизнь, жизнь, это невосполнимая потеря, но тем не менее, хоть там и говорит Мединский, что маниакальное мы имеем желание, мы имеем нормальное желание, нормальное желание освободить нашу родину, отвоевать наши территории, безусловно, мы их вернем вместе с Крымом, который воображает Аксенов, что он там что-то в Крыму кем-то является, спасибо, друзья, что досмотрели до этого момента, спасибо за вашу помощь на Патреоне, за ваши пожертвования на карточку, спасибо за ваши лайки, за то, что делитесь моими видео в соцсетях, за ваши комментарии, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу того, о чем я рассказала, и всем пока, будьте здоровы, еще сегодня это я записываю в начале 19 мая, утром опубликую, а затем еще будет интервью с Владимиром Песенко, обязательно посмотрите, очень классное, интересное интервью по всем важным вопросам, которые вас сейчас волнуют, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»